Два ребенка погибли на пожарах в Ростовской области за сутки. Годовалая девочка в шахтах задохнулась от шалости зажигалкой трехлетнего брата. Их детская комната сгорела полностью, пока родители были во дворе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А в Азовском районе при тушении частного дома обнаружили тело 12-летнего мальчика. От восковой свечи загорелись домашние вещи. Ребенок оказался заблокирован за металлической дверью. Родители и трое других детей в это время были в другой комнате и смогли выбраться, разбив окно. С начала года в Ростовской области уже на пожарах погибло 5 детей. Уважаемые родители, убедительно прошу не оставлять малолетних детей без присмотра. Также не оставлять на видных местах зажигалки и спички. Научите своих детей безопасно пользоваться электроприборами и ни в коем случае не оставляйте их наедине с открытым огнем. Сегодня в 4 утра загорелась обувная фабрика в Таганроге на Октябрьской 16. Пожарные эвакуировали 6 человек из соседней гостиницы и потушили огонь на площади 600 квадратных метров за полтора часа. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Василий Голубев встретился с командой-победителем регионального этапа конкурса «Лидеры России». Она придумала, как усовершенствовать инновационную политику области, создав единый центр координации науки, инноваций и высшего образования, в который каждый мог бы зайти через личный кабинет. Над проектом работали полторы недели 10 человек. Цифровая платформа должна стать неким аналогом госуслуг только для организации научно-инновационной деятельности. Также мы предусмотрели страницу «Мои подписки», которая является по сути неким аналогом каталога, в котором пользователь может найти организации, которые занимаются близкими ему по духу, близкими исследованиями. По проекту разработчиков, пользователи, организации, научные институты и вузы смогут просматривать данные друг друга, предлагать совместные исследования и воплощать метапроекты. Самое главное нам с вами этой болезнью – заразить всех тех, кто должен этими темами заниматься. Увидим через какой-то промежуток времени не только структуру, которая может этим заниматься, объединением, координацией и так далее. Но и самый главный результат – то, что те, кто готовы участвовать, они могли бы использовать продукты, выдавать новые бизнесы и так далее. Губернатор заверил, что к проекту подключатся экономический блок и вузовское сообщество региона. Капремонт школы номер 44, которую не успели сдать к учебному году, обещают завершить к концу сентября. Эта школа на контроле властей давно. Ремонт четырехэтажного здания с двухэтажной переходной галереи 1969 года постройки начали еще в 2019-м. Сдать должны были это весной, не уложились, а потом просрочили и 1 сентября. Вот что говорил директор в середине июля, когда объект был готов на 80%. Родителям, точнее детей, мы говорим официальную информацию, которую мы обладаем. Информацией мы обладаем следующую, что 1 сентября первоклассники пойдут в новую отремонтированную школу. Но, конечно, мы их предостерегаем и говорим, что существуют риски, что, возможно, будет небольшая задержка, что, возможно, мы пойдем не 1 сентября, а, может быть, 1 октября или, может быть, даже в середине сентября, то есть сроки могут немножко сдвинуться. Так и получилось. Теперь подрядчики объясняют. Работы продлило в том числе выявление необходимости усиления простенков, колонн и дверных проемов, замена пришедших в негодность кирпичных перегородок и, как следствие, корректировка проектно-сметной документации. Сейчас в школе завершают монтажные работы, обустройство фасада, отделку лестничных маршей первого этажа, благоустройство спортплощадок. На остальных трех этажах устанавливают мебель, но в любом случае в отношении подрядчика за срыв сроков начали претензионную работу. Четыре молодых защитника Ростова сыграли во втором матче сборной России с Олимпийской, то есть до 23 лет сборной Египта. В старте на поле Малехин в центре обороны и Вахания слева. Россияне начали мощно. Уже на шестой минуте наш игрок обыграл вратаря, но защитник эффектно отбил мяч по вратарски рукой и не был удален только из-за товарищеского статуса встречи. Но пенальти есть и Пеняев точен 1-0. Хозяева побежали отыгрываться и на 20-й минуте Вахания спас команду каким-то невероятным выносом мяча с линии ворот. В добавленное время Пеняев должен был удваивать счет, но ударил выше ворот. В середине второго тайма Ваханию и Малехина сменили Прохин и Лангович, но замены эти стали предвестником беды. Практически тут же египтяне за четыре минуты забили два гола. Первый с рикошетом, а во втором можно винить центр нашей защиты и Прохина в том числе. Ведь игрок Египта остался перед воротами совсем один и спокойно отправил мяч в угол. После недавней ничьей с этой командой 1-1 Россия проиграла 1-2.